Подруги, привет! И добро пожаловать на наш канал! Сегодня сюрприз-сюрприз! Мы в Санкт-Петербурге. Мы вернулись всего пару дней назад, поэтому уже немножко-немножко мы освоились. Но самое важное, последняя неделя в Риге, как она прошла? Нужно сдать ковид, нужно собрать чемодан, нужно повидаться со всеми родными, то есть со всеми-всеми попрощаться, чтобы уже отправиться в путь. И, конечно же, напоследок к нам веселье мы в последние дни заболели. Я простыла первая, а потом простыл РМ, и мы оба такие вот прям с соплями, с непонятным горлом, слава богу, без температуры, но тем не менее самочувствие у нас было так себе. Ребенок, конечно же, и по ночам просыпался, плакал, быстро засыпал, но тем не менее я понимала, что если сравнивать с обычной ситуацией, его сон был сильно нарушен. Так вот, мы, больные, плохо себя чувствующие, отправились сдавать на ковид. Слава богу, тест был негативным, результат был негативным, ковида у меня нет, следовательно, у ребенка его нет. Также мы отправились к врачу, чтобы получить свой паспорт прививок, которые также могут запросить на границе. Ну и прочие дела, в общем, делали такие полувялые, полубольные, с плохим-плохим самочувствием. И я уже предвкушала нашу дорогу. Я понимала, что, черт возьми, дорога будет просто адовой. Я уже вспоминала, как мы ехали с ребенком в Ригу, когда он чувствовал себя хорошо. И я думала, ну все, сейчас будет мне веселье. Я вот уже в чемодан собрала специальных новых игрушек, которые он не видел, в прошлом выпуске их показывала. И, в общем, мы отправились в путь, и, на мое удивление, ребенок вел себя просто идеально. Мы отправлялись в дорогу очень-очень рано. Нас до границы везла моя подруга. Мы... Во сколько, котенок, мы выехали? Мы выехали где-то в 6 часов утра, и буквально за 7 часов мы добрались до границы. То есть это со всеми остановками, чтобы ребенок погулял. И действительно время пролетело вот будто прям 2 часа. Мы очень быстро доехали до границы. Я, как обычно, нагрузилась. У меня был чемодан, забитый нашими вещами. У меня была отдельная сумка с его игрушками, отдельный пакет с едой, которая нам в дорогу нужна. Также коляска вся загруженная, слава богу, за наш Бугабу Фокс, который позволил нам еще дополнительные вещи положить в коляску. Ну и, конечно же, ребенок в коляске. И, в общем, таким вот образом мы отправились снова пешком через две границы. Эстонцы выпустили нас очень быстро. На российской границе что-то не хотели меня впускать, несмотря на то, что у меня виза была и разрешение, и все остальное РЭМ гражданина России. Вызвали они Арса с его паспортом, и повезло, что Арс взял с собой и внутренний, и загрампаспорт. То есть они могли проверить и прописку. Ну, в общем, не знаю, что им там еще нужно было проверять. Хотя тот пакет документов, которые в посольстве мне дали, все у меня было с собой. Ну и, в общем, Арс прибежал на границу, показал свои документы, и нас через какое-то время, слава богу, пропустили, и все. Мы встретились, и мы отправились домой. Реакция этого маленького котенка на встречу с папой, которого он не видел последние три месяца, она была, конечно же, бесценной. Расплылся ребенок тут же в улыбке, как только его увидел, вот прям в первые секунды. И, как возрасту полагается, стал тут же стесняться. То есть прятался за мамой, прятался за моими ногами, врывался в мое плечо, и, в общем, нужно было немного времени, чтобы ребенок перестал стесняться и снова в полной свободе, в полной мере наслаждался общением с папой. И все. Буквально пять минут прошло, и ребенок хохотал, играл, радовался. И, в общем, ну, короче, сейчас они с папой лучшие друзья. И действительно такое ощущение, будто этих трех месяцев вообще не было. То есть они вот прям дружат, дружат, и любовь, любовь. Даты нашего возвращения в Санкт-Петербург, они совпадают с датами моей овуляции. Это очень круто, что получилось спланировать наше возвращение как раз-таки в это время, поскольку мы с Арсом, вы знаете, возвращаемся к планированию второй нашей беременности. Ну и вот, получается, с корабля напал, сразу же приступаем к делу, и работаем над малышом номер два. Сейчас пойду сделаю тест на овуляции, чтобы проверить, наступила ли она и совпадает ли реальное наступление овуляции с той датой, которую прогнозируют мой ребенок. Ура! У нас удача! Овуляция есть. Так что сегодня, завтра последний момент, когда мы можем с мужем поработать над беременностью номер два. Так что, подруги, держите за нас кулаки, чтобы смайлик был не только здесь, но еще и на наших лицах приблизительно, сколько там получается, пару недель, да, когда мы сможем сделать первый тест на беременность. Смотри! Чего ты мне принесла за зазушку? Эдим! Апдим-димим! Апдим-димим! Смотри, котенок, смайлик! Смайлик! Да? Смотри, котенок, смайлик! Что это значит? Это значит, что, возможно, очень скоро у нас будет сестричка или братик, да? Муа! Да! Ну! Ну! Как же он тут у меня немного уже ложится, потому что он устал? Ему скоро спать, но перед этим быстренько покажу нашу комнату. Мы, конечно же, сами, когда вернулись, для нас вот прям наша квартира, наша детская, все, что здесь есть, это какой-то Диснейленд. Мы настолько отвыкли. Мы сюда приехали, и вот прям как будто бы не уезжали. Это относится не только к общению ребенка с папой, но и, в принципе, к его самочувствию, его поведению, и тому, как он тут себя чувствует. Действительно ощущение, что вот трех месяцев в частном доме с участком и с полной свободой не было. И в квартире он чувствует себя прекрасно, адаптировался практически сразу. И, в общем, вот мы тут живем, играем. Кстати, тут нас ожидала вот такая вот красота. Это подарки от нашего любимого Аланта. Что у нас тут есть? Сейчас будем вместе распаковывать, и будем ребенку показывать, играть. Вот, значит, здесь у нас от кубика пирамидка деревянная в виде часиков. То есть ребенок сможет складывать, раскладывать и учить время. Потом здесь у нас Little Hero вот такой вот сортер, мишка, в который он сможет складывать разные фигурки. Дальше вот здесь вот такая вот круть трассы с машинками, по которой ребенок сможет здесь гонять. Это сейчас будем складывать, мне самой дико-дико интересно посмотреть. Потом от Кика. Вот такая вот ферма. А почему дико люблю вот игрушки Кика, музыкально особенно, просто потому, что у них есть возможность русского языка и английского языка, и можно переключать. Ну, в общем, эту штуку сейчас тоже врубим и посмотрим. Да, котенок, сейчас-сейчас-сейчас все будет. Тут моя любовь. Зазу. Вот, подруги, кто меня спрашивает часто по поводу нашей собачки, которая хлопает своими ушами, это Дэнни от компании Зазу. И, в общем, нам она сильно полюбилась. Вы знаете, что Рэм эту игрушку просто обожает. Поэтому у нас тут новые штуки, очень классные, вот такие вот мягкие игрушки, каждая со своей функцией. Здесь проектор, светильничек, в общем, с музыкой. Вот такие вот три игрушки от Зазу. Их тоже будем сейчас распаковывать. И последняя красота это горшок от Baby Burn. Пришло то магическое время, когда мы будем начинать обучать ребенка заходить на горшок и отказываться от памперсов, ну, или подгузников. И вот, я выбрала такой вот очень-очень красивый, эргономичный, качественный, крутой горшочек от Baby Burn. Есть два варианта. Есть низкий, без спинки, и есть со спинкой. Я взяла со спинкой, чтобы ребенку было удобнее сидеть. В ближайшие выпуски буду рассказывать вам, как я планирую обучать ребенка ходить на горшок. Так что, подруги, кто мне часто в Инстаграме и да и здесь в комментариях пишет вопрос, когда же мы будем учиться ходить на горшок, вот скоро-скоро будет выпуск, и я расскажу все, что сама вычитала, нашла, какой метод обучения я выбрала и как планируем в нашей семье это делать. Так что, надеюсь, вам тоже будет полезно. Ну вот, первая игрушка, которую ребенок попросил распаковать, это вот такой вот котенок Кэти. И у нее в животике здесь, видите, есть ночничок и есть несколько функций. На, держи, котенка, иди сюда. Есть вот музыка, которая сейчас играет тихонечко, она успокаивает ребенка. Также есть звуки природы и колыбельные. И, в общем, эта штучка, она также имеет сенсор. Если, например, ночью ребенок заплачет, она тут же включает вот эту успокаивающую его мелодию, ту, которая нравится ребенку больше всего, и, в общем, ребенок может спокойненько с этой игрушкой как таким комфортером засыпать, да? Может обнять, можно и прицепить на кроватку, потому что лапки вот здесь вот так вот сцепляются. В общем, безумно милая, нежная. Ага, иди сюда! И красивая вот такая вот игрушка, да? Смотри. Кстати, все ссылки оставлю в описании видеоролика, чтобы вы могли найти все конкретные игрушки. Ну, котенок, вот смотри, какая трасса. Ну, давай, клади машинки вот так вот колесиками, вот так вот колесиками и катаем. Фюх! Круто? Смотри. Да, мы можем вот сюда, вот так вот. Фюх! Потом на горку. Опа! Проехали машинки вниз. Держи. Вот дальше. Давай ты катай. Ну давай, 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 клади колесиками Давай мама поможет Вот так вот, ну давай Вот так вот Как машинки делают И на горку сразу Давай закроем тут мостик Так, давай, вот так вот Давай мама поможет Вот машинки на мостике Ну смотри Слушайте, ну трасса очень интересная У ребенка как раз такой возраст Когда ему будет очень-очень интересно Так что, Алан, спасибо большое Вот за такую классную вещь Это, кстати говоря, первая вот такая вот Трасса с машинками Когда вот можно тут строить что-то Машинки могут кататься Да? В общем, я уже вижу Ребенку нравится Ну давай в горку и заезжай Давай, заезжай на мостик Только сам на мостик-то не громоздись Смотри, ты нажал на рычаг У тебя мостик открылся Давай закроем мостик Круто? Так, давай еще закроем мостик Бум! Опа! Закроем мостик Ну давай, катай Ну куда ж ты нажимаешь на рычаг-то все время? И вот у нас тут еще есть собачка Вот такая вот Йоза Удекс Вот такой вот классный Песик, который спит вместе с малышом И тоже кошечка Кики Кики отличается от всех остальных тем, что у нее есть еще проекция света И помимо проекции, которая будет создавать волшебные звезды с луной в комнате малыша Здесь у нас есть что? Значит, мы можем включить звук сердцебиения Море с птицами И колыбельное Также вот эта специальная кнопочка, которую нажав, можно включить сенсор звука И каждый раз, когда малыш заплачет ночью, то колыбельное, либо звуки природы Но все, что вы выбрали для малыша, что ему больше нравится, тут же начнет работать И также можно включить проекцию звезд И проекция также меняет разные цвета Можно выбрать, какую ребенку нравится больше по настроению У Декса у него в животике есть пульт управления Что, кстати, классно в этих игрушках Что пульты можно извлекать И игрушки можно прекрасно стирать Так вот, у Декса в животике вот такой вот пульт Он немного отличается от кошечек Значит, здесь есть кнопка включения Вот так вот он выключается Здесь красная лампочка Она свидетельствует о том, что он работает Здесь также есть сенсор, который позволяет включить игрушку при встряхивании И ее выключить Это, кстати, классная штука По звукам здесь есть белый шум Что для нас вот прям наше все Дальше сердцебиение Звуки природы И колыбельный И также здесь можно включить сенсор Который позволит включать эту игрушку каждый раз, когда ночью заплачет ребенок Ну и посередине кнопочки, которые регулируют громкость этой игрушки И вот где наш Декс Давай мы оставим тогда сенсор движения Чтобы включать, включать И попробуем животик поместить Причем, что классно, здесь все это тело работает на липучках И есть запасной комплект липучек Ну и вот Можно выключить Включить Также здесь безумно красивые лапки Игрушки Зозу, они очень-очень красивые Настолько милые И в принципе, мне кажется, с такими прекрасными игрушками Любой ребенок будет просто счастлив играть, засыпать Да, котенок? И иметь их в своей коллекции Держи Держи, котенок Ты, подружка, привет хочешь сказать? Привет Зубы показываешь? Пубочка Или поцеловать ты хочешь всех своих подруг? Ну, чего ты там? Давай, целуй Сюда? Сюда будешь целовать? Тутутик Так, ну вот, смотри Давай Вот, смотри, часики Так, ну вот, давай Повернем Вот так вот, поворачивается Смотри Хопс 12 Нет, нам нужно еще вот это поставить Вот Так, вот И вот Так вот 12 Ну вот, смотри, котенок Влад, какие у тебя часики Так, а у нас тут еще с тобой есть А, вот Я поняла Стрелочки у нас на магнитиках Смотри, какая круть Оп Такая вот пирамидка И сможешь складывать Давай обратно Давай Нанизывай Вот так вот Мама тебе поможет Хопс Наоборот Хопс Давай И сюда Зелененькую Молодец Опа Смотри, часики Трынкс Часики Мегут Со временем можно будет учить цвета Время, как я уже сказала Ну и круто, что эти пирамидки Они безопасны Они из дерева Из очень качественных материалов Безопасных красок И для детей дел Все это безопасно Ну давай Нанизывай В общем У нас тут с ребенком Какой-то Диснейленд Мы сюда приехали Все игрушки В новинку Все очень-очень интересно Да и подарки Тут у нас Как на Рождество Поэтому мы С большим-большим удовольствием Тут все изучаем Так Ну вот такая у нас ферма Значит Здесь сверху есть Кнопка включения Выключения Ну и вот значит Здесь у нас что Первое, что мы можем Цифры учить Один Два Три Четыре Пять Что нажимать На все кнопки Которые здесь есть Животные Так Зеленая бабочка Черно-белая корова Розовый поросенок Серый кролик Рыжий кот Послушай, какое это животное И нажми кнопку С правильным ответом О-о-о Это число Два Попробуй еще раз Привет Нажми кнопку медведя И поиграй со мной Так Кнопка медведя Давай поиграем Вместе с животными И числами Нажми кнопку Так Ну давай Розовый поросенок Здесь дается задание ребенку Ребенок должен еще и правильно На эти задания ответить И вот солнышко переключает языки С русского на английский Ну вот такая вот у нас веселая ферма Я думаю, с взрослением ребенка И по мере того, как он будет начинать понимать, что эта игрушка ему говорит Играть в нее ему будет очень-очень интересно Поскольку он сможет выполнять разные задания, которые эта игрушка ему дает Как на английском, так и на русском языках Последний у нас от Little Hero вот такой вот сортер В принципе, у нас в доме сортерами так себе не очень дела Поэтому я вот решила вот такой вот классный сортер в виде мишки для ребенка выбрать Что мне понравилось, что здесь сзади есть вот такая вот штука Через которую открывая, ты можешь достать все пингурки, которые отправились в животик медведю Ну вот, вот это одна у нас сюда Тут4, ты Kingston Вот, я думаю, по мере Здесь, да, здесь Да, здесь, да, здесь Вон, тут Вот, там, лучший Ну, в общем, при помощи этого сортира учим цвета, формы, цифры. Ну, и также координация ребенка тоже развивается, потому что он учится попадать конкретной формочкой в конкретное отверстие. Так что, Алан, спасибо вам огромное за такие прекрасные подарки. Мы в полном-полном восторге. Будем не только играть, развиваться, но и также учиться ходить на горшочек. Ну, и, в общем, заняться нам тут уж точно будет чем. Несмотря на то, что мы из частного дома и вот лето в такой полной-полной свободе приехали обратно в квартиру. И вроде бы можно было бы думать, что вот, теперь как-то все не очень. На самом деле все очень даже круто, и у нас тут все новое, все очень интересное. Действительно много чем можно заниматься, ну, уже не говоря о том, что здесь, в принципе, игрушек у нас огромное количество. Кстати, вот эта безумно красивая корзина, она помогает игрушки держать в одном месте, чтобы они не были в бардаке, разбросанной по всей комнате. Но в то же самое время, чтобы ребенок с легкостью мог до них добраться и выбрать ту игрушку, с которой он в данный момент хочет играть. На полках что? Здесь у нас, конечно же, наши книги. Все, что я привезла также из Риги, вот оно здесь и расположилось. Тут также книжечки, которые у нас уже были здесь, в Санкт-Петербурге, не новые. Из новинок это Skylark и комплект обучения ребенка английскому языку от Умницы. Также все их книжечки вот здесь вот я наверх положила, на верхнюю полку. Ну, и остальные наши книги также. Также внизу здесь игрушки, на которых ребенок может добраться, на книги тоже в том числе. Вот наш кубик Моцарта. Тоже одна из самых классных таких игрушек, которые у нас есть. Наша черепаха с нами приехала, и верхняя полка не такая уже красивая, но удобная. Лично для моего удобства, не для папиного тоже, здесь все наши подгузники. Шушушки наши от Манчкин, это наш белый шум, которым мы ежедневно пользуемся. Это все, что нужно, чтобы поменять подгузники. Так, нужно соберу. Ну, и здесь наш крем для попы. Ну, и в целом все вещи, которые нам нужны здесь ежедневно. Эй, кто проснулся? Привет! Волосатик! Ой, ты мой, я тут-ой-те. Рэми, ку-ку. Так мы просыпаемся. Он простыню всю хлебе измазал. Да? Кто простыню всю хлебе измазал? Попа? Поп! Попа звездочка моя! Задница! Эй, моя задница, где ты? Ты где, Попа? Вот и где. Привет! Кто проснулся? Ты мой смешной котенок. Привет! Привет, краснощеки! Отлежался я всю щечку. Ну, котенок, выспался? Пойдем обедать. Поп! Новинка нашего бытия. Или режима дня. Вот этот человек, который в родительской кровати смотрит мультики. Ладно, твои 15 минут законные. Наслаждайся. Ну и вот, ты как раз вовремя, котенок, пришел. Проголодался? Будем с тобой кушенькать. Давай, иди сюда. Давай, снимем твою пижамку. Мультики надоели, все. Ну, в общем, сколько он там их посмотрел? 5 минут? И все. Соплюшка моя, давай, иди сюда. Кстати говоря, мы легко отделались от наших простуд. И достаточно быстро мы выздоровели. Можно сказать. Отделались легким испугом. Ну все, котенок, давай, садись. Садись, 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 садись. Давай, садись. Так, твой стульчик. И вот, заказала здесь нагрудник Baby Burn. Наконец-то. И... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот с этим тоже нужно. Будьте осторожны, потому что ребенок сейчас достает всюду. Короче, нагрудник, господи, где ты был всю мою жизнь? Прелесть, ты моя. Короче, нереально крутой нагрудник. Если вы недовольны своим, без проблем, заказывайте Baby Burn, и 100% он вам понравится. Дороговата штука, но крутая штука. Подожди, сейчас. Надо найти, где крутится штучка. Давай, давай, опа, опа, тинкс-тинкс. Давай, присасывайся. Все, присосалась. Давай, приятного аппетита. Тебе вилочку надо? Или тебе нужно... Руками будешь есть? Ну, ешь руками. Это можно спокойно есть руками. Да? Давай. Хочешь? Вилку? Нет? Ладно, ешь руками. Ну, да, пожевать надо. Ну, что, тренируйся, давай. Котенок. Чтобы вкусно было. Так. Опа, мама тут-то нападала. Давай, давай, покушай. Давай. Ням-ням-ням, на. Не зашли ли листочки? Вкусно же? Ну, бери мяско тогда. Угу. Угу. Смотри. Кстати, мы для себя наконец-то открыли детские комнаты в кафе. Очень здорово пойти в ресторан, где есть классная детская комната и плюс классные нянечки. Это прям такой кайф. Ты практически все время своего пребывания в ресторане сидишь, тебе спокойно можешь поесть, можешь отдохнуть. И ребенок в то же самое время в безопасности играет и веселиться, и, в общем, все хорошо проводят свое время. Так что сегодня вечером, может быть, если Арс освободится с работы вовремя, то мы успеем съездить в кафе. Просто посидеть хотя бы кофе, выпить. Ну, ты мне даешь. Ам! 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 И, в общем, может быть, успеем посидеть в ресторане до ночного сна. Вернее, времени укладывания ребенка вечером. Давай. Ам-ням-ням-ням-ням. Вкусно. Ам-ням-ням-ням. Очень вкусно. Ам-ням-ням-ням. Да, было бы наимно ожидать, что ребенок мне скажет, да, мама, опять в машине езжет. А, о, the flowers! Ай, бабочка. Папа подарил маме цветочки. Ребенок их наконец-то увидел. Вот это он помнит с Риги. Выдирать цветы из клумбы, да? Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну, в общем, так проходит наш обед. Так, подружки, день второй. Делаю повторный тест на овуляцию. И делаю его ровно в то же время, которое делала вчера. Просто для того, чтобы отследить всплеск моего гормона, чтобы понимать, когда он спадет и когда уже у нас последнее-последнее окошко нашей овуляции. В принципе, по теории, сегодня последняя возможность на нее попасть. Поскольку, если смайлик появился вчера, то всплеск гормона, который дает команду овуляции происходить, он случился. Значит, и в течение, там, 12-24 часов этот всплеск и гормон, он падает. Следовательно, тест уже его не видит в твоем организме и его не читает. И вот с этого момента я знаю, что у меня еще есть 12-24 часа, когда яйцеклетка высвобождается, живет в организме. И вот за это время мы можем еще успеть забеременеть. Поэтому для такого информативного результата хочу увидеть, есть ли смайлик. И вот, смайлик снова появился, так что гормона в организме еще предостаточно. И, следовательно, у нас еще есть время. Вечером сделаю еще один тест, чтобы посмотреть, будет ли смайлик. Но предполагаю, что вечером смайлика уже не должно быть. И это будет означать, что мой цикл, он движется вперед, и все идет своим чередом. Тем временем, вы желаете нам удачи, держите за нас кулачки. Как обычно, отправляйте самые-самые свои добрые мысли. И будем надеяться, что вот эта наша вторая попытка, она приведет к ожидаемому и желанному результату. Ему забеременеем малышом номер два. Ну, а я на сегодня заканчиваю наш выпуск. Желаю вам доброго дня и увидимся в следующем нашем видеоролике. Пока!